Меня зовут Марина. Сегодня на дворе уже август месяц. Уже перевалила за середину августа. Забежала кое-что за чем в фикс прайс прикупить. Срочно надо было. Ну, кое-что еще там нашла для себя. По мелочи. Немного у меня сегодня покупок. Ну, кое-какие отзывы негативные на товар хочу оставить. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Ну, и первое, что я купила, набратила внимание на вот такую строночку. Все там, наверное, уже видели. Я тоже сто раз видела, мимо проходила, думаю, какая-то фигня. В итоге, когда сейчас просто стали необходимы кое-какие сумки, потому что сейчас в семье туда-сюда ездим, пакетами очень часто большими приходится пользоваться. Ну, решала, почему не одни пакетами и сумками какими-то серьезными, так как у них нет смысла. А здесь вот такие вот расходный материал в виде вот такой сумки. Стоит она 99 рублей. Она такая крепенькая, с прошитыми ручками, такими достаточно крепкими. Вот. С такого материала не промокает, не промокает, мне кажется, он. Цена у них 99 рублей. Расцветки там разные. Единственное, что я купила одну сумку. Теперь, думаю, надо было брать еще одну. Там, значит, оранжевого цвета, есть еще голубые и еще такие неоново-зеленые. Вот. На замочке они. Вместительные. На них можно сложить все, что угодно. Хоть посуду, хоть продукты мужу. Как бы их не жалко затаскивать в машине, кидать туда-сюда в багажник при необходимости. Ну, то есть, такая расходная вещь, которая нужна, и которую можно постирать. У тебя такая большая, хорошая авоська на замочке. Вот. Я, наверное, еще одну прикуплю все-таки себе. Вообще, называется эта сумка спортивная. Единственное, что у меня, она идет без бирочки, потому что я ее выбрала. На кассе оказалось ее нет. В итоге по коду сбивали. Ну, ниточки торчат. Все это вот, видите, надо будет пообрежать, естественно. Внутри вот такие швы. Видите, ручки прошиты. И швы прошиты. Вот такой вот конвой. Вместимость хорошая. Дно у нее, не могу показать одну рукой, дно у нее такое широкенькое, хорошее. Так что, вместительное, нормальное. На замке замок работает хорошо. Так что, проблем никаких нет. Так что, чувствую, мне надо еще одну. Обычно такие вещи нужны. Одни всегда вспоминаешь, но тогда, когда уже по мере необходимости. Пусть лежит. Мужу уже сейчас одну сумку такую надо. Я еще одну все-таки прикуплю. Обратите внимание, может, кому-то будет интересно. Конечно, в бассейн с ней ходить никто не будет. Вот чисто в машину для перевозок чего-либо. Повторила вот такие краски. Уже пользуюсь полтора или два года. Им не нравится. Думаю, каждый раз что-то новенькое использовать. Но в итоге возвращаюсь опять к ним. Как-то новенькое уже ничего не хочется. Уже привыкла. Так как они не щипят. У них нет ничего вот этого ядреного запаха. Голову они не щипят. Так что-то какие-то есть легкие ощущения. Оно не напрягает мне совершенно, ни аллергии пока ничего нет. Беру 4.0.6.0. Это каштан и натуральный русый. Беру два цвета, смешиваю между собой. У меня получается нечто среднее. То есть полпакетика этой краски, полпакетика этой. И кисточкой наношу на волосы. Все прекрасно разносится. Ничего по шеи не течет. И нормальная краска мне вполне она устраивает. Мне нравится. И 55 рублей каждая коробочка стоит. Внутристи не буду говорить. Там все, что должно быть в краске, все присутствует. Есть также перчатки. И также присутствует бальзам для смывки волос. Далее к нам привезли вот такой крем. Я его открывала уже. Вот такой крем для ног. Конский каштан. Их очень полевой. Их 4 до разновидности. Домашний доктор написано. Конский каштан, профилактика, варикоз. За это выбрала такую баночку для себя я. Там еще и с ментолом. Есть еще с чем-то. То есть 4 варианта. Стоит каждая баночка 99 рублей. 250 миллилитров наполнения. То есть хороший объем за такие деньги. Надеюсь, она что-то даст какой-то эффект. Не бессмысленно будет. Вот взяла одну на пробу. Состав есть на английском языке. И пишут нам. Состав обогащен экстрактами конского каштана и хвоща. Крем смягчает, питает, защищает кожу от сухости. Меньшает ощущение усталости и тяжести в ногах. Экстракт конского каштана является эффективным венотоником, созданный самой природой. Экстракт хвоща обладает успокаивающими свойствами. Регулярное использование крема значительно улучшает состояние уставших ног и возвращает продолжительное чувство комфорта. Делает Украина. НПУ Эльфа. Изготовитель ЧПФА. Фармацетическая фабрика. Украина. Город Киев. Импортер. Вроде как Беларусь. Санкт-Петербург. В общем, вот такое. Так, ну, я ее открывала уже. Видите, попыталась ее уже даже посмотреть, что внутри. Внутри. Вот такой белый цвет. Аромат, знаете, никаким лекарствами, травами не пахнет. Ни хвощом, ни конским каштаном. Просто обычным кремом. Косметическим ароматом. И как бы белый, обычный, нежирный такой. Не знаю. Ну, обычный крем и крем. Вроде бы нежирный, как мне кажется. Я не пользовалась. Буду пользоваться. Попробуем. Надо будет испытать этот продукт. Есть в нем смысл. Ну, повторила, конечно, вот такую мочалку японскую. Гладкость и пугость кожи. Мягкое очищение. Эффект пилинга скраба. Тонизация кожи. Удаление токсинов. Мягкий ослежащий. Массажный эффект. Ну, прямо наговорили. Здесь 55 рублей стоит. Уже пользуюсь такой. Вот. Хорошая мочалочка. Прекрасно моет. Не знаю. Ну, как скраб, конечно, она вряд ли действует. Ну, может быть, первые два раза. Использование. После того, как она еще новенькая совсем. Далее она размягчается. Становится. За месяц использование у меня уже становится очень мягкая. Уже превращается в такую никакую совершенно. То есть, она такая ненадолго. Ну, я пользуюсь каждый день. В принципе, сейчас лето. И она у меня идет для ежедневного использования. Она хорошо моет. Хорошо очень размачаливается. Размыливается. И очень быстро выполаскивается. Что мне нравится. Не надо вот стоять и полоскать 3 часа под душем. Раз-два. Она чистенькая. Быстро просыхает. Леденькая. В дорогу куда-то брать. Просто замечательно. С собой. Вот. И она для ежедневного применения просто сказка. Ну, вот. Вот так вот она выглядит. Там разные расцветки. Сейчас она такая жесткая. Прямо как будто бы реально скрабит. Ну, я же говорила. Намокает она в воде. Размягчается. И потом постепенно становится все мягче. 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 Естественно, никакого скраба таким и не пахнет. Ну, моет она нормально. И я хочу сказать, что, конечно, чем брать вот эти вот съеженные цветочки какие-то, которые продаются в том же фикс-прессе, в многих магазинах. Вот эти мочалки в виде цветков вот этих искусственных. Вот. Лучше, конечно, взять эту. Это намного лучше. И моет качественнее. Она удобная. И спинку вы можете ей потереть, как тут показано на картинке. Так что я рекомендую. Кто не пробовал, попробуйте. Сама такая тоже не обращала внимания. В итоге обратила. И теперь довольна. Буду постоянно брать. Муж прихватил у меня вот такую штуку. Держатель универсальный. 11,5 см. Уже не знаю, что это. Ну, машину вот так вот. Для того, чтобы в машине держать телефон. На присоске. Прочно крепится к лобовому стеклу. Поворотный механин 360 градусов. Зажим оснащен резиновыми подкладками, защищающими устройство от царапин. Подходит для мобильных телефонов и других устройств. Ширина экрана до 9,5 см. 77 рублей. Вот, значит, вот это все так выглядит. Прикрепите держатель на стекло с помощью присоски фиксатора. Присоска, говорят по отзывам, что хорошая. Я так холодильник везде поприкрепляла. Дома у себя пока. Присоска реально работает. Крепенькая. На первый взгляд. Дальше я, конечно, не знаю. Выберите наиболее удобное для вас расположение телефона, регулируя поворотным механизмом. Ну, Китай делает. Вот такая вот штучка. Видите, здесь резиновые такие, как бы, как называется там, господи, наклеенные штучки. Так что телефон не деформирует. Прекрасно все работает. Здесь шарнир, который помогает поворачивать телефон в разные стороны. И вот такая хорошая присосочка. Реально работает. В холодильнике телефон подвесила. Прямо, знаете, все держит. Вот так вот раз зафиксировали. И держится все прекрасно. Так что, не знаю, попробуем. Муж заберет машину, посмотрим. Надо будет оценить. Вообще, зачем я пошла в магазин фикс прайс? Мне срочно понадобились вот такие пакеты для замораживания, с завязками, биоразлагаемые. 50 рублей каждая упаковочка стоит. 3 литра каждый пакетик, 50 штук, 25 на 35 мм, с завязками. Пользуюсь ими уже несколько лет. Я уже не знаю, какой сезон. Замораживаю в них все, что можно. Овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты. Морозилку все кидаю, у нас большой ларь. Туда все закидываю. Прочные, хорошие пакеты. Просто неожиданно опять делала сушку из яблок. Кинулся, а пакеты у меня, оказывается, закончились. Так как у меня много разных пакетов, я не обратила внимание, что закончились именно для заморозки. Вот так они выглядят, все знают, они можно подписывать. Прочные, хорошие. Главное, что разлагаются через три года. Надеюсь, так оно и есть. Вот такие завязочки, которые, в принципе, я когда пользуюсь, когда не пользуюсь, в зависимости, что я упаковываю. Все-таки повторила опять батарейки. Четыре штуки, алкалиновые, энергайзер. Стоят они 99 рублей. Это очень достаточно выгодно. И приобрела еще одни. Так что про запас это вещь необходима. Ну, конечно, прихватила вот такие пакеты особо прочные для мусора. Биоразлагаемые также за три года. С очень классным ванильным ароматом. Мои любимые. Только их и покупаю. Там еще есть розовые, еще какие-то клубничные. А, и желтенькие, по-моему, с лимонным ароматом. Ну, аромат, в принципе, не так важен. Но дело в том, что они очень качественные, прочные. И я их использую в туалетной комнате. То есть в ванной. У нас стоит там ведро. И как раз по цвету. И они такие ароматизированные. Прекрасно все вписывается. На каждый день, конечно, в кухню я их не использую. Так как мне каждый день по пакету уходят. Мне как бы это не особо выгодно за 50 рублей. Вот такие печенюшки вкусненькие. 350 грамм. И бисквитное печенье карамель. Печенье сдобное. Аппетитная вот такая картинка. Конечно, я не устояла и прикупила. Вот. Химозные, сразу хочу сказать. В такой коробочке они лежат. И мы, естественно, уже с чаем все съели. Так как не очень много. Но выглядят они достаточно аппетитно. Вот так. Вот. Внутри, значит, идет карамельная такая начиночка. То есть из трех... Получается два печенья. С одной стороны светлая. Бисквитная вот такое. Ну и внутри там типа сгущенки, что-то такое карамельное идет начиночка. Хорошие печенья, вкусные. Кто не любит вязкое печенье, конечно, лучше там мимо пройти. Они, на самом деле, мягкие, свежие и вязкие достаточно. Вот. Ну, вкусные, в принципе, советую. Ну, химозные. А, цена, по-моему, 55 рублей не стоит. Ну, по-моему, впервые я увидела в нашем магазине. Не знаю, мы с ним проходили раньше. Вот такие конфетки от Сладуницы. Пакетики такой вообще нечий-меший-меший становится, так сказать. С конфетками 250 грамм. 300 грамм, 350. Там уже практически не видишь конфет. Идут 200 грамм, либо 250. Цена стоит 50 рублей. Это, значит, у нас Сладуница. Город Омск делает. Конфеты глазированные, со сбивными корпусами. Лакти, йогурт, клубника и сливки. Ну, естественно, там всего-всего. Химического полно. Посмотрим, что же там внутри. Ну, хочется сладенького. Конфетки из аэрированного йогурта с клубникой. Вот, интересно слово. Ну, все это вот так выглядит. Ой, какая интересная. На жвачку похоже. Прямо жвачка. Ой, пахнет, как жвачная. Как жвачка пахнет, короче говоря. Такая вот конфетка. Может быть, кто-то кушал. Вот так это все выглядит. Ой, слушайте, она такая интересная. Прямо хочется посмотреть, что же там внутри. Ага, она и внутри то же самое. Ммм, вкусненькая. Такое с суфлешечком. Смирная. Ой, ну мне такое нравится, такая химия. Ну и, блин, вкусненькая. Так что, кому интересно, попробуйте. Оно идет полностью. Никакого шоколада здесь нет. Вот такая какая-то, как пластилинчик такой. Вкусный. С ароматом жвачки. Вкусом жвачки. Ммм, вкусненькая. Попробуйте. Так, хочу свой отзыв. В прошлом видео я показывала, рассказала, что сельд очень вкусненькая. От рыбного мира. Город Москва делает. Атлантическая натуральность с добавлением масла. Консервы рыбные. Вот, продается в экспрессе 25 рублей. Вот покупала не в этот раз, покупала в прошлый. Заход свой. В видео показала их. Эти консервы. Одну или две я брала. Но у меня в холодильнике в запасе еще одна стояла. Вот. Короче говоря, приоткрыла я одну консерву. И была разочарована тем, что мне она не понравилась. Так как я оставляла хороший отзыв. И не хочу, чтобы потом все кинулись за 25 рублей прям супер консерву покупать. Хочу показать, как она выглядит внутри. А там выбирайте сами, будете ли ее брать до себя или нет. В прошлую консерву у меня съели коты. Так как после вскрытия ее оказалось там, что сплошные молоки в ней были. И сплошные какие-то кусочки хвоста, либо плавники какие-то. В общем, обрезки. Просто обрезки и рыбы, и одни молоки. Вот такая консерва мне попалась. Я ужаснулась, отдала все котам. Они все скушали с удовольствием. И поэтому сейчас открою эту консерву и покажу вам, что в этой консерве. Посмотрите и скажете, нужно ли оно вам или нет. Вот такая консерва. Вот такая вот жидкая. Ну, жидкость там, естественно, всегда. Вообще, они по вкусу, эти консервы, они... Пряности хорошо. Соли в них достаточно. По вкусу они приятные. Но в этот раз меня удивило наполнение. Посмотрим, какое наполнение вот здесь. Ну, как жиденькое, как видите. Ой, вытекает уже сразу все. Наполнение вот такое здесь. Нет никаких цельных кусочков, как были раньше в консервах. Я открываю, и я вижу все кусочки. То есть, она красиво, аппетитно все лежала. Здесь такого нет. Здесь то ли она разваренная. Ну, по крайней мере, здесь есть хотя бы мясо. Не одни молоки, как в прошлой консерве. Ну, молок тоже плавает. Вот кусочек. Кусочек. Господи, видно, не видно. Вот, в общем, вот такое. Я не знаю. Пахнет неплохо, как консерва нормальная. Но... Ой. Ну, короче, котам, наверное, и отдам. Потому что так и кисимиси мне не устраивает. Короче, я недовольна, не нравится. Именно теперь рыбный мир покупать не буду. Потому что две консервы мне уже как бы все. Отшила мне их. Больше покупать не буду. Посмотрю теперь сельдь других производителей. Потому что по фикс-прессе бывают разные производители. Там, если покупала, то было 100% хорошее. Ну, и негативный отзыв у меня об этой доске плавательной, которая тоже 199 рублей. И, как видите, в первое же плавание, когда мы еще в июне, в июне мы ходили купаться, в конце июня. Я отдала эту дощечку девчонкам. Видите, она склеена из разных частей. Классная штука. Держит взрослых, видите, на воде. Очень нравится, что не надо надувать, что она компактная. И на ней хорошо сидит на берегу вместо стульчика. В общем, все классно. Единственное, не классно то, что она развалилась практически через полчаса, как только ее сбросили в воду, и девчонки на ней плавали. Они, конечно, друг другу по голове и не били, естественно, так как обвели себя нормально на воде. И вот она просто развалилась по шву. Потом, значит, я попыталась уже в другой раз склеить ее горячим пистолетом, как видите. Склеила, зафиксировала, все высохло. Поехали через время купаться. И опять ровно 20 минут, и опять она вся развалилась. Ну, теперь, я так думаю, она пойдет у нас прекрасно на огород. Коленочки ставить, травку дергать. Аж даже на двух человек хватит. Так что вот такой предмет, который не выдержал даже ни одного купания, и тем более просто сезона хотя бы. Хотя бы одно лето выдержала, было бы уже хорошо. Так что больше в фикс-прайсе именно такую штуку покупать не буду. И я так думаю, как бы они не у всех так прозваливались. Девочки, если у кого-то такое же произошло, с палательной доской такая вот дилема, напишите, пожалуйста. Я думаю, что я не одна такая. Мне кажется, они все такие бракованные, продаются в фикс-прайсе. Вот. Ну и, в принципе, все на этом. Вот мой отзыв. Спасибо за просмотр. Если вам интересно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои будущие видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok